Дорогие друзья, сегодня мир отечественного шоу-бизнеса сотрясает череда ужасных потерь. К сожалению мы все не вечны, и нам всем тяжело сейчас осознавать, что от нас уходят люди, еще той советской закалки. От нас уходит целая эпоха артистов, которые невероятным трудом добивались всемирно известной славы. Они в корне повлияли на сегодняшнее развитие культуры, в бывших странах СССР. Уже в этом месяце от нас ушло немалое количество известных советских актеров. Мы очень удивились, когда в комментариях под последним роликом мы увидели от вас невероятную поддержку и соболезнования родным и близким артиста. Сегодняшний день принес нам очередную потерю. С прискорбием вам сообщаем. Работал редактором на Союзмультфильме и экране, а также был худруком кинотеатра Баррикады. Наибольшая известность пришла после песенки крокодила Гены, прозвучавшей в мультфильме Чебурашка. Ее он создал совместно с композитором Владимиром Шаинским. Был сценаристом мультфильмов Снегурка, Снежные люди, Медной горы Хозяйка, Каменный цветок, Питий волк, Малахитовая шкатулка, Мук Скороход, Проделкин в школе, По щучьему велению мыши верблюд, История о девочке, наступившей на хлеб, Загадка сфинкса, Дедушкина дудочка, Веселая карусель, Приключения Петрушки и его друзей и другие. На 89 году ушел из жизни советский и российский поэт и сценарист, автор песенки крокодила Гены Пусть бегут неуклюже, Александр Тимофеевский. Друзья, если вас не затруднит, поставьте лайк и напишите слова соболезнования в комментариях под этим видео. Здоровья вам и вашим близким.